всем привет кого не видел всех рад видеть и особенно рад тому что господь с нами господь верный он сказал если двое или трое соберутся во имя мое я всегда посреди и бог создал церковь чтобы врата ада ее не одолели и бог посещает свою церковь я верю что ангелы у ангелов божьих сейчас очень много работ потому что я знаю когда тяжело когда что-то пошло не так что-то пошло не так как все ожидали как в одни ноя да женились там работали и тому подобное вдруг что-то произошло вдруг и в последнее время библия говорит то же самое будет вдруг все будут заниматься своими делами и тому подобное и вдруг что-то начнет иисус сам иисус он говорил об этих последних временах что время будет тяжелое время последнее время она будет тяжелое но не будет легкий будут глады то есть голод будут моры будут землетрясения будут войны будет на земле будет что-то происходить и тогда придет тот иисус христос которого мы ожидаем которую мы знаем на котором мы уповая поэтому мы должны быть готовы мы как церковь мы должны быть готовы и мы должны быть не должны быть слепым мы должны понимать что происходит мы должны понимать как мы должны себя вести в это нелегкое время аминь притча 24 10 если ты в день бедствия оказался слабым то бедна сила твоя если ты в день бедствия оказался слабым то бедна сила твоя скажи на это аминь библия много нам говорит о том что день злой день злой придет и тебе и мне нужно будет устоять и чтобы устоять в этот в этот злой день который обязательно придет тебе нужно облечься во все оружие тебе нужно облечься в познание истины припоясаться поясом истины один одеть шлем спасения взять щит веры взять меч духовный который есть слово божие и противостоять дьявол и знаете можно сказать что сегодня тьма нападает все так чувствую но я чувствую духе что мы должны нападать на тьму кто-то говорит что мы должны сейчас защищаться я тебе хочу сказать знаете мы должны нападать и у нас есть оружие мы сегодня должны не просто защищаться мы должны сегодня обнажить наши мечи которые есть слово божие противостаньте дьяволу твердой веры и он убежит от вас слово божие сегодня время как никогда идти господу сегодня время как никогда искать его лица сегодня время как никогда провозглашать слово божие слово божие есть слово божие на любую ситуацию на любые обстоятельства и слово божие это меч обоюдоостры если мы хотим победить если ты и я мы хотим победить мы не должны провозглашать ту информацию которая исходит из разных источников как григорий говорил сидят и у них уже этот кто приложение кто заболел и кто умер это не наш удел наша защищенность не в том что мы будем считать кто заболел и сколько человек умерло чума приближается наша сила в том чтобы мы разговаривали с этими проблемами и разговаривали не просто а я в это не верю это ничего не сбудется мы должны разговаривать с позиции слова божие когда дьявол пришел к иисусу искушал его он разговаривал с ним с позиции слова божие потому что слово божие это самое авторитетное что может быть на этой земле скажи на это аминь и в этот в день бедствия оказался слабым я не хочу оказаться слабым в боге моя сила в отношениях в личных отношениях с богом я не хочу транслировать то что все я хочу провозглашать слово божие хочу наоборот укореняться укореняться в бога спрятаться в бога наша защита в боге убегает смотрите псалом 93 22 но господь защита моя и бог мой твердыня убежище моего давайте провозгласить но господь защита моя бог мой твердыня убежище моего притча 18 11 имя господа крепкая башня убегает в нее праведник и в безопасность это время сейчас сокрыться в нем это время имя господа сильная крепкая башня убегает в нее праведник и в безопасности ты праведник и у тебя есть имя господа и ты можешь прибегать он прибежище твое в день злой ты прибежище мое и ты должен это провозглашать и ты должен вот эти местописания это как это как боеголовки против дьявола против ложной информации у меня есть куда спрятаться в имя господа у тебя есть куда спрятаться прядься в имя господа прядься в его присутствие его покрови в его защите в его слове прядься и провозглашай и утверждай и утверждай когда ты утверждаешь ты нападаешь когда ты утверждаешь слово божье не утверждаешь слова которые все говорят но когда ты утверждаешь вопреки всем словам ты утверждаешь Слово Божие, это и есть нападение, это и есть ты нападаешь, когда ты не позволяешь неверию, страху войти в твое сердце. Исайя 43 глава, ныне так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков, ныне так говорит Господь, сотворивший тебя Сергей, Григорий, Евгения, Татьяна, Максим, Алексей, Павел, Юля, ныне так говорит, поставь свое имя сейчас, проговори сейчас, ныне так говорит Господь, сотворивший меня, Константин, провозгласи, сотворивший меня, аминь, и устроивший меня, не бойся, Бог говорит, не бойся, ибо я искупил тебя, здесь есть те, кого Бог искупил, мы все искуплены Господом, мы все искуплены Его кровью, мы все, Он избрал нас, Он умер за наши грехи, искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой, Бог говорит, ты мой, Алексей, ты мой, Сергей, ты мой, Андрей, ты мой, ты мой, ты его. И когда ты приходишь к Богу, говоришь, ты искупил меня, я твой, я принадлежу тебе, Господь. Аминь. И дальше, Он говорит, будешь переходить через воды, Он говорит, я буду с тобой. Будешь, когда ты переходить через воды, никто тебе не обещал, что ты не пойдешь через воды. Но Он говорит, когда ты пойдешь через воду, я буду с тобой. Через реки пойдешь, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит меня и тебя. Ибо я, Господь, Бог твой, святой, Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал, Египет, Ефиопию, Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой. Не бойся, я с тобой. Бог говорит, не бойся, я с тобой. Так как я возлюбил тебя, я буду с тобой. Через реки пойдешь, не потопят тебя. Воды не потопят тебя. Огонь не обожжет. Пламя не сожгет тебя. Так как я возлюбил тебя. Вот это должно быть в наших устах. Бог любит меня. Бог искупил меня. Он избрал меня. Да, сегодня огонь. Да, сегодня воды, которые хотят потопить меня. Но мой искупитель жив. Ради моей души он других людей отдаст. Ты избранный Богом народ. Дьявол не прикоснется к тебе. Есть сверхъестественная защита над Божьим народом, над Божьими людьми, над Божьей церковью. Над тобой и надо мной. Мрак покроет землю. А над тобой воссияет свет. Я молюсь сейчас, чтобы над тобой воссиял свет. Чтобы ты увидел этот свет. Чтобы мрак не покрыл. Чтобы болезни не покрыли. Чтобы этот вирус не пришел в наши дома, в наши семьи. Пусть свет твой, Господь, воссияет над нашими жизнями. Во имя Иисуса Христа. Знаете, страх и паника – это огромное оружие дьявола, в руках дьявола. И он сегодня им пользуется. Он сегодня преуспевает. Когда смотришь, как люди просто с ума сходят, понимаешь, насколько люди слабые. Да, они богатые. Они сегодня могут позволить себе приехать в магазин и набрать продуктов на 100 тысяч. Просто готовиться. Но реально, это реально, это не просто так. Мы с вами были три дня. Сейчас, наверное, вообще, что происходит, не знаю, три-четыре дня назад. Люди обеспеченные, богатые, две маски, по две маски одели. И ходят такие грустные, с двумя телегами. Жена такая маленькая, худенькая. И волокет эту телегу. Телегу здорово. Телега в три раза больше ее. Ты тут смотришь на нее, думаешь, Господи Божий мой. Понимаешь, у них все есть. Они могут хвалиться сегодня. Они сегодня могут хвалиться конями. Они могут хвалиться колесницами. Но у них нету имя Господа, куда бы они могли спрятаться и быть в безопасности. Внутри их страх, царит страх и паника, и ужас. И они не знают, что делать. И они знают, что будут делать. И они как-то хотят продлить свою жизнь. Почему? Потому что они боятся смерти. Сегодня люди боятся смерти. Сильно боятся смерти. Почему? Потому что для них смерть – это неизвестное. Неизвестное. Мы-то знаем, что наше жительство на небесах, что земля – это лишь временное явление. Здесь с транзитом. Да, хочется пожить. Тем более, думаю, да ладно я. Дети. Самое главное – дети. Самое главное – дети. Самое главное – знать Господа. Самое главное – знать Господа. И сегодня на самом деле, можно было даже сюда не выходить, мне не проповедовать. Григорий говорил об этом. Надежда говорила об этом. Сегодня наше время. Сегодня время собирать жатвы. Знаете, мы можем его пропустить. Это время закончится. Я вам точно говорю. Это время закончится. Найдут там вакцины или там что-то изменится в этом всем. Это закончится. И опять люди забудут про это все. Будут жить обычной жизнью, ходить на работу и тому подобное. Но сейчас люди в панике и в страхе. И сегодня время церкви. Сегодня твое и мое время. Потому что сегодня только об этом везде и говорят. И у тебя есть утешение. У тебя есть слова вдохновения для каждого. И нам нельзя это время проморгать. Не просто нам нужно схватить эти телеги и покупать эту туалетную бумагу. Для чего только она не могу понять. Кто-то говорит это для того, чтобы когда маски кончатся. Вот эти штуки делать. Кляп вот этот вот из туалетной бумаги. Ну зачем? Это что? Это так страшно что ли, что столько туалетной бумаги? Надо. Я не могу понять. Ну что, других вариантов нету? Это время закончится. Я чувствую. Знаешь, куда бы ни зашел, везде одна тема. Везде одни разговоры, одна тема. Откровение. Помните, тварь стянает и мучается. Потому что тварь покорилась в суете недобровольно. Но кто-то покорил ее. И она ожидает. Вот сейчас Евангелие так легко входит, я вам хочу сказать. Вчера, когда все было хорошо, Евангелие тяжело. Да кому это надо? Я помню, я приехал в Сургуте, приехал в Сургут. А в Сургуте там обеспеченное население. Они богатые. Работают там на этих нефть, еще все. Месторождение и тому подобное. Люди богатые. Я пошел к магазину, собрал команду. Юля была, по-моему. Мы пошли евангелизировать. Пойдемте евангелизировать. Суббота, день евангелизма. Пойдемте евангелизировать. Подхожу. А там машина такая хорошая. Мерседес. И дядя. И Дух Святой мне подходит. Говорит. Иди ему проповедовать. Вот иди к нему. А он с сумками. С большими сумками. Много еды всякой разной. Дорогой. Я ему начинаю проповедовать. Так смотрит на меня. Я говорю. Я вам хочу евангелие подарить. Он говорит. Мне не надо ничего. У меня все есть. Вот в натуре у меня все есть. Мне ничего не надо. Вот понимаешь. Человек не понимая этого. Он отказывается от самого главного. Здесь на земле. Может быть у него есть и все. Но там на небесах. На небесах. У него нету наследия. Ничего у него там для него нету. У нас. Представь. Какое богатство в наших устах. В благовествовании. Это весть. Это благая весть. Для спасения человека. Благая весть. Для спасения человека. Мы ехали к сестре на день рождения. Зашли в магазин. Цветы купить. И я смотрю. Это такая в панике. В страхе. Я говорю. Ну как вы готовы к коронавирусу? Ой господи. Мне так страшно. Так страшно. Вот каждый человек. Кто бы зашел. Целый день. Вот только одно и говорят. Вот кто бы не зашел. Все только об этом говорят. Я говорю. Ну вы реально боитесь? Да. Я боюсь. У меня еще муж говорит. Что это Армагеддон. Это последнее время. Что все. Короче. Я понял. Что это мое время. Я говорю. Слушай. Ну. Я говорю. Вам повезло. Потому что я говорю. Священник. Я пришел. Чтобы. Примирить вас с Богом. У меня нету страха. Потому что у меня есть мир с Богом. У меня есть мир. Который превыше моего ума. И даже когда мои глаза они видят и начинают бояться. Есть Дух Святой. Который приходит и говорит. Сынок. Все нормально. Все хорошо. И как важно иметь вот этот коннект. Вот это общение с Богом сегодня. Так важно. Не поддаваться. Не жить как вот эти люди не знающие Бога. Ефесян. С 10 стиха. Ибо моего творение создано во Христе Иисусе на добрые дела. Которые Бог предназначил нам исполнять. Итак. Помните. Что вы некогда язычники по плоти. Которых называли необрезанными. Так называемое обрезание плотским. Обрезанием. Совершаемым руками. Что вы были в то время без Христа. Отчуждены от общества Израилева. Чужды заветов обетования. Не имели надежды. И были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христову. Ибо Он есть мир ваш, соделавшись из обоих одно и разрушившись стоящую посреди преграды. Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Скажи, я уже не чужой, я не пришелец, я гражданин Царства Божьего, я свой Бог. Он говорит, вы когда-то были без Христа, вы отчуждены были от общества Израилева. Чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Мы когда-то были такими, но сегодня не так. Но кто-то сегодня остается безбожником в мире, кто-то остается далеко от Бога, кто-то для кого-то обетования Божьи, на кого-то они не распространяются, они чужие. Они чужие. Но в нашей ситуации не так. И мы должны это понимать, мы должны это осознавать. Псалом 19, 2 стиха. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаков, да пошлет тебе Господь помощь из святилища и из Сиона, да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твои, да соделает тучными, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои. Да исполнит, скажи на это аминь. Услышит тебя день, и 7 стих. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей, скажи на это аминь. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя. И дальше здесь написано 7 стих. Ныне познал, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Что такое десница? Десница это правая рука. И помазанник, он говорит, ныне познал я, что ты спасаешь меня. Знаешь, ты не можешь познать Господа, когда все хорошо. Да защитит тебя имя Господа в день печали. Где Бог может себя проявить в твоей и моей жизни? В день печали. Где Бог может спасти тебя? Когда есть опасность, там Бог может тебя проявить. И я верю, что когда есть опасность сегодня, всему человечеству может быть, Бог особенно будет хранить и защищать своих помазанников. Я сегодня, знаешь, проснулся и говорю, Господи, ну а действительно, надо же как-то вот гречку, может быть, купить там, что-то как-то надо затариться в конце концов. И, знаешь, такие мысли дикие, не от Бога. Зачем ты вообще жертвовал? Ты вспомнишь, сколько ты пожертвовал за последнее время? Я говорю, а представь, такая мысль, а представь, если бы ты это складировал, если бы у тебя вот это были, все это у тебя были запасы, ты бы сейчас купил бы вагон гречки себе. Масло бы купил. И жил бы припеваючи, дольше всех бы прожил. Ну, знаешь, Дух Святой говорит, послушай, на основании того, что ты делал вчера, в этот день печали я буду сверхъестественно благословлять тебя. Поэтому не жалей то, что ты делал, не жалей, что ты служил, не жалей, что ты давал, не жалей, что ты жертвовал. Это основание для того, чтобы Бог благословлял тебя в день печали. В день печали Бог будет тебя благословлять на основании того, что ты живешь. Как это будет, я не знаю. Я не знаю. Какой эпогей дойдет этот кризис, я тоже не знаю. Но я знаю, что Бог верный. Бог верный. Он говорит, я не оставлю тебя, и я не покину тебя. Он говорит, моя рука, она не сократилась, чтобы спасать. Моя правая рука, она будет простираться в день печали к тебе. Она будет исцелять, она будет защищать, она будет благословлять. Скажи на это Аминь. Римлянам 8 глава. Римлянам это вообще актуальное очень послание. С 35 стиха. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умиршляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Силою возлюбившего нас мы преодолеем всякую скорбь. Силою возлюбившего нас мы преодолеем всякую тесноту, всякое гонение, всякий голод, всякую наготу, всякую опасность. Мы будем преодолевать силу возлюбившего нас Иисуса Христа, который живет в нас. Что такое сила возлюбившего нас? Это внутренняя сила не поддаваться панике, хранить мир с Богом, когда все паникуют, а у тебя сверхъестественный мир. Это сила возлюбившего тебя. Это твой и мой удел. Поэтому нам нужно иметь чистые сердца. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Скажи, никакая высота, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе Господь. Иисусе Господь и Господь и Господь и Господь и Господь. Иисусе Господь и Господь. Аминь. Потому что вы не приняли духа рабства. Страх – это рабство. В страхе есть мучение. В страхе есть мучение. И смотрите, страх приходит, и он говорит, вы, вводимые духом Божьим, вы не приняли духа страха, духа рабства, но приняли духа усыновления. Не приняли, знаешь, у тебя сегодня есть власть либо принять духа страха, либо отвергнуть духа страха и принять духа усыновления и взывать к нему и сказать, я сын, твой возлюбленный, у меня есть отец, и никакая смерть, никакая глубина, никакая ширина, никакая тварь не отлучит меня от любви Божьей. Это истина, это и есть так. На самом деле, я отвергаю сегодня духа страха, которым боится весь мир, трепещут перед этим коронавирусом. Я принимаю духа усыновления, духа святого, духа святого. Дух святой есть утешник. Вот что мы должны сегодня, для кого мы должны быть открыты? Мы должны быть закрыты для духа страха и открыты для духа Божьего. Помните эту историю, когда Илья победил 400 пророков? Победил 400 пророков, он ликовал, он радовался той победе, которую он одержал с Господа. И Езавель, это Третья Царствия, 19 глава, давайте откроем. 18 глава описывает, как он побеждал, и 19 глава. И пересказал Ахав Езавеле все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Езавель посланника к Илье сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. И он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дорога, длинная дорога перед тобой. И встал он и поел, и напился, и подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. Вот, победы, столько много побед он одержал, но Езавель она послала посланника, послала посланника с угрозой Божьему человеку, и он испугался. Знаешь, сегодня вот эти страшные послания, они звучат из так многих уст. Телевидение, интернет, друг друга. Можно сказать, знаешь, можно забиться под куст и сказать, ну, наверное, пришло мое время. Я тебя хочу ободрить, еще дальняя дорога предстоит тебе. Знаете, и в это время я тебе хочу сказать, ангелы реально будут назидать тебя. Не ангелы, не я буду тебя вдохновлять, как человек Божий, да, как пастор, или кто-то из братьев, кто-то. Сами ангелы будут приходить, будут приходить и утешать, давать сверхъестественное утешение. Я верю в это, я верю в это, что ангелы будут посещать, ангелы будут давать обеспечение. Он обеспечил его, говорит, он будет сверхъестественное. Как это будет, я не знаю. Но будет и лепешка, будет и вода для того, чтобы ты дошел до того момента, до которого ты должен дойти. Я верю в это, мы будем об этом молиться, потому что первое, два страха, да, два страха. Первое, люди боятся, первое, это болезнь, а второй страх, это экономический кризис. Потому что все закрывается, предприятия распускаются, кого-то уводят. Вот два страха особенно боятся. Болезнь и голод. Болезнь и голод. И здесь то же самое. Первое, он боялся смерти или... И второе, он, наверное, боялся, что ему не будет есть, если уж ангел пришел и восполнил все его нужды. И, знаете, есть практические шаги, практические шаги, которые мы должны применять в это время. Практические шаги. Я несколько выписал. Первое, да, Псалом 31. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от седневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засу. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда разлитие многих вод не достигнет его. Разлитие многих вод не достигнет праведника. Когда? Когда ты живешь правильной жизнью. Когда, если ты согрешил, да, то ты каешься в своих грехах. Отвергаешь грехи, борешься с ними. Это время жить святой жизнью. Это время иметь чистое сердце пред Богом. Он говорит, помолится праведник, и разлитие многих вод не коснется тебя. Моя задача сейчас иметь святость. Жить святой жизнью. Слышать Господа. И дальше он говорит, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобой. Бог хочет руководить тобой. Бог хочет помогать тебе. Бог хочет направлять тебе. Бог хочет давать подсказки тебе и мне, как выжить в это время. Аминь. Первое – это святость. Мы должны хранить святость в это время. Чистоту сердца. Чтобы воды не потопили нас. Второе – это молитва и поклонение. Очень важно. Молитва – это общение с Богом. Псалом 27.1. Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос моления моего, когда взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближним своим говорят о мире, а в сердце у них нету, у них зло. Услышь голос молений моих, когда взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Не погуби меня с нечестивыми, делающими беззаконие. Аминь. У нечестивых один удел, а у тебя совсем другой удел. Библия говорит, страха их не бойся. Страха их не бойся. Не бойся того, что боятся люди этого мира. Ты другой. Ты чужой для мира. Ты чужой для греха. Ты чужой для вампира. Ты чужой для лоха. Аминь. Поэтому не надо смешивать себя. С этим миром. И далее. Далее. Третье. Третье. Я уже говорил. Провозглашай Слово Божие. Третье. Провозглашай Слово Божие. Не просто молись. Не просто взывай. Не просто поклоняйся. Провозглашай и утверждай. Это 90-й псалом. Мы часто. Женя. Какой ты псалом? 120-й псалом. Выпиши вот эти псалмы. То, что я говорил. Да. Господь крепость жизни моей. Крепкая башня. Вот эти вещи. Пусть это будет в твоих устах. Провозглашай и утверждай это в своем доме. Это имеет силу. Библия говорит. Все писание, оно богодухновенное. Это не просто слова. Библия написана Духом Божьим. Духом Божьим. И когда ты провозглашаешь, богодухновенные слова, они имеют власть. Они имеют силу. Аминь. Четвертое. Четвертое. Имей общение со святыми. Имей общение со святыми. Потому что врата ада не одолеют церковь. Церковь – это собрание людей. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Давайте, ну я не знаю, что будет дальше, но сегодня советуют домашние группы, в домашних группах работают. Завтра могут прийти, сказать, больше 50 человек нельзя собираться. Где-то уже есть такие постановления. Больше 100 человек. Рекомендации, постановления. Завтра может это прийти. Нам нужно будет собираться по домашним группам. Я уже себе квартиру нашел большую, где человек 40, можно собираться. Ну реально. Ну а что, ну мудрый видит беду и укрывается. Я понимаю, знаешь, когда ты отрезан от всего, и когда ты отрезан от тела Христова, понимаете, мы должны понимать, что дух говорит церквям. Дух желает говорить с церквями. Не со всем миром, а с церквями. В откровениях. Дух говорит такой-то церкви, то-то-то. Дух говорит такой-то церкви, то-то-то. Мы должны понимать, что дух говорит церкви. Потому что если ты не будешь слышать, что дух говорит церкви, ты будешь принимать другую информацию. Ты будешь слушать другую информацию. Если ты будешь отрезан от тела Христова, ты будешь питаться другой информацией, которая будет приносить тебе панику и страх. Там тебя никто не успокоит, там тебя никто не утешит. Сегодня есть люди, которые искусственно создают ажиотаж и панику, потому что им это выгодно, произвести резонанс какой-то в обществе. Дьяволу сегодня нравится, как люди в панике, в страхе, он это просто обожает, это его оружие. И дьявол раздражает, когда ты в смирении, когда ты не боишься, когда ты с миром Божьим в сердце. Дьяволу это не нравится, кому-то нравится, кто-то создает это искусственно. И последнее, имейте отношение со святыми, познавайте истину со всеми святыми. Когда мы молимся вместе, когда мы не просто, знаешь, каждый там, обычно, знаете, в такой ситуации смотришь, люди этого мира, они, наоборот, они себя отделяют, отделяют от всех, свою конуру, знаешь, вот все. Мы не должны так жить, мы не должны делать то, что этот мир, мы, наоборот, должны быть в единстве, в единстве наша сила, в единстве наша сила. Самое интересное, я несколько плюсов уже увидел на будущее, как мы пройдем это все испытание. В церкви быть хорошо. В церкви быть хорошо. На самом деле хорошо. И последний, четвертый пункт, это именно благовестие. Спасать людей. Спасать людей. В это время не думай о себе. Думай. С тобой все будет хорошо. Начни спасать людей. Начни проповедовать Иисуса Христа, как никогда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Продолжение следует...